Цифровые технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь, безусловно, упрощая и облегчая огромное количество процессов. Уже появились такие понятия, как цифровое государство, цифровое правительство. Благодаря цифровой трансформации бизнес-процессы сегодня вышли на совершенно иной уровень. Вот об этом сегодня мы и поговорим с генеральным директором компании ОРГРУП, ранее известной как Обувь России, с Антоном Титовым. Добрый день, Антон. Добрый день, Александр. Антон, почему вы решили провести регрессинг компании? Ведь название Обувь России уже хорошо известно было на федеральном уровне. Александр, компания за это время смогла вырасти в достаточно большой многопрофильный холдинг. Мы начинали бизнес, конечно, как обувной ритейл, потом трансформация была уже в универсальный фэшн-формат, это одежда, обувь, аксессуары. А на сегодняшний день компания переросла в рамки этого бизнеса и ОРГРУП уже расшифровывается как онлайн-ритейл-групп. То есть мы очень большой переход сделали в сторону цифровых технологий, в сторону IT, в сторону маркетплейса. Вот об этом как раз хотел подробно рассказать, поэтому ребрендинг – это естественный шаг, который позволяет нам донести до наших партнеров, инвесторов, в первую очередь акционеров, новый формат нашего бизнеса, который трансформировался вместе с рынком. Как сегодня изменился рынок ритейла и какие еще тренды определяют его дальнейшее движение? Розничный рынок – это самый динамичный рынок, и если брать там прошлые изменения, то как менялись форматы, появлялись новые типы магазинов, супермаркеты, гипермаркеты, ритейл постоянно, ежегодно находится в процессе обновления. Но то, с чем мы столкнулись там пару лет назад, особенно прошлый год, когда была пандемия, карантинное ограничение, конечно, это невероятные изменения. И первое, что произошло, это переход и сращивание классической розницы с онлайн-торговлей. То есть сейчас игнорировать онлайн-торговлю невозможно ни в каких сегментах ритейла, поэтому компании либо кооперируются с онлайн-игроками, либо становятся самими онлайн-игроками. Это вот, собственно, то, что мы сейчас делаем. А что с тобой представляет OER Group на сегодняшний момент? OER Group – это многопрофильный холдинг, который включает в себя как классическую торговлю, обувное производство, так и новые элементы современного бизнеса. Это Marketplace, у нас Marketplace.Vestphalica.ru. Также существует мобильное предложение Vestphalica. Мы также являемся компанией-интегратором. Мы очень плотно работаем с такими крупными игроками, как Ozone. И мы запустили несколько недель назад онлайн-витрину Vestphalica.ru на Ozone. Также мы работаем с Goods, Яндекс.Маркет и с другими крупными операторами. То есть мы интегрируемся с уже существующими большими платформами. Также это онлайн-логистика. На данный момент у нас работает больше 3000 пунктов выдачи заказов. Это партнерские пункты выдачи заказов. Мы в месяц обрабатываем, мы даем уже больше 200 тысяч посылок. Это все онлайн-заказы. И также большой очень элемент нашей стратегии, нашей группы – это развитие финансовых сервисов, такие как рассрочка, как микрозаймы. Мы являемся крупной достаточно финансовой компанией. И в России мы входим в тройку крупнейших микрофинансовых компаний России. Антон, можно ли сегодня говорить о том, что внедрение цифровых технологий и позволило компании такой невероятный скачок сделать? Конечно, это ключевой элемент бизнеса. И переосмысление нашей стратегии, и трансформация бизнеса как раз произошла благодаря развитию IT-технологий. То есть мы еще достаточно давно, в 2006 году, запустили сервис «Рассрочка» для клиентов. Потом это уже стал такой самостоятельный финансовый продукт, который позволил нам накапливать достаточно большую историю клиентских отношений, транзакций, покупок, покупок не только в нашей сети. И это привело к тому, что мы переосмыслили в целом взаимоотношения с клиентами и увидели, что у наших покупателей гораздо больше потребностей, чем только покупка обуви или одежды в наших магазинах. Таким образом у нас появились услуги финансовых сервисов, таким образом появился у нас формат универсального магазина и маркетплейса. Конечно же, это все основано на больших данных, это основано на сильной мощной IT-платформе. Это как раз то, что мы в компании смогли создать, вплоть до внедрения технологии блокчейн, которую мы три года назад внедрили у себя в компании. Антон, как внедрение цифровых технологий и создание собственной экосистемы влияет на финансовую устойчивость и конкурентоспособность компании. Развитие IT-технологий и как раз вот работа с большим массивом данных позволяет создавать и развивать новые направления бизнеса и предоставлять более качественный сервис нашим клиентам. Таким образом у нас появилось подразделение финансовых услуг, которое является большим самостоятельным бизнесом. Появился маркетплейс, появилась закупочная платформа «Продаем». Это все реализовано на IT-платформе. Также мы три года назад внедрили блокчейн, и у нас все клиентские транзакции и персональные данные наших клиентов защищены блокчейном. Это же еще позволяет интегрироваться в логистическую торговую сеть России? Да, конечно. Наша компания стала элементом логистики российской онлайн-инфраструктуры. На данный момент у нас работает уже более 3000 пунктов выдачи заказов. Мы уже вышли на объем более 200 тысяч посылок в месяц. Это посылки онлайн-магазинов, онлайн-заказы. Мы работаем за 16 компаниями, в том числе такие крупные, как «Озон», «Вазберес», «Алиэкспресс», «ДПД», «Боксбери». Мы являемся компанией-интегратором в области онлайн-логистики. Ваши точки продажи, они же пункты выдачи? Да, конечно. Причем это пункты выдачи для любых интернет-магазинов. И здесь мы даем очень качественный сервис. Например, мы смотрим, что у нас практически все покупатели, кто пробовали пользоваться этим сервисом, становятся постоянными уже клиентами, поскольку очень часто покупатель может делать заказы в течение месяца в разных интернет-магазинах. Будь то крупные игроки, как «Озон» или «Вайлдберрис», или это единичные небольшие интернет-магазины, или покупки через «Инстаграм». И таким образом, если покупатель в течение месяца делает заказы в 5-6 разных интернет-магазинах, по сути, ему приходится посещать 5-6 разных пунктов выдачи заказа и тратиться очень много времени на это. В нашем случае мы консолидируем все посылки в одном месте, в одной точке, и просто покупатель может раз в неделю, раз в две недели прийти, забрать все свои посылки из разных магазинов. Это очень удобный сервис, и у нас объемы этого бизнеса очень сильно прирастают каждый месяц. Почему направления дополнительные финансовые сервисы у вас сегодня являются ключевыми, и какие еще направления у вас приоритете? Важно сказать, что мы смотрим на магазин не только как на торгующую точку, которая продает товар в моменте, это также еще и сервисная точка. И сервис может быть по разным направлениям, будь то онлайн-логистика, либо финансовые сервисы. То есть мы смотрим на те сервисы, которые максимально востребованы сейчас населением. Как раз рынок финансовых услуг, он очень востребованный, рынок микрофинансов достаточно быстро растет. За прошлый год у нас это направление выросло на 27%, и мы входим в тройку крупнейших микрофинансовых компаний России сейчас, и наши сервисы как раз представлены в том числе и в нашей рознице. Какая стратегия группы у вас на ближайшее время? Наша ключевая задача – это переход в онлайн. Сейчас задача практически любой розничной компании – стать крупным онлайн-игроком. И наша задача – довести долю продаж через онлайн до 50%. Мы развиваем свою собственную платформу «Вестфаликару», и также мы кооперируемся с крупными игроками, с крупными маркетплейсами. Антон, как вы оцениваете сегодня развитие и компетенции IT-компаний в Новосибирске? Новосибирск обладает очень хорошими IT-ресурсами. Мы недавно закончили большой проект с компанией IT-тренд. Поэтому с уверенностью можно сказать, что Новосибирск является лидером в развитии IT-технологий в России и помогает компаниям реализовывать крупные IT-проекты. IT-система является неотъемлемой частью любого бизнеса, тем более такого крупного, как наш, который работает во всех часовых поясах и во всех точках нашей страны. Главная задача – это обеспечить сотрудников в режиме онлайн необходимой информацией. С этой точки зрения была спроектирована наша IT-инфраструктура, которая поддерживает операционную деятельность компании в текущий момент. IT-система компании изначально строилась, чтобы испечить бесперебойную работу сотрудников, независимо от точки их географического местоположения. Ядром системы являются три дата-центра, которые находятся в Москве, Новосибирске и Хабаровске. В дата-центрах расположено наше собственное оборудование. К этому режиму работы мы подошли не сразу. В истории компании был период, когда мы экспериментировали с облачными провайдерами. К сожалению, наш опыт показывает, что для обеспечения такой же быстродействия, таких же мощностей необходимо задействовать в облаках гораздо больше ресурсов. Поэтому выбор был очевиден, мы стали использовать собственный дата-центр. В наших условиях для функционирования территориально распределенной системы, в условиях онлайн-режима, к сожалению, облачные сервисы не могли дать нужной нам производительности. Иногда тестовый перенос данных в облачную систему давал снижение производительности более чем в два раза. К сожалению, стоит помнить о человеческом факторе. Предоставляя данные облачному провайдеру, мы предоставляем данные сотрудникам, которые обслуживают технику. Человеческий фактор, к сожалению, существует. Поэтому выбор был в пользу строительства собственных дата-центров. Специалистами компании было проанализировано техническое состояние наших систем, были определены параметры, необходимые нам для восстановления быстродействия. Кроме того, была проанализирована история наращивания мощностей, с тем, чтобы сделать какой-то запас на будущее. После определения необходимых технических параметров, мы провели тендер на одной из тендерных площадок в России. И победителем тендера оказалась компания IT-тренд, которая предоставила нам наиболее интересные, с нашей точки зрения, предложения. Оборудование в данный момент поставлено. Оборудование мы использовали одного из лидеров мировой IT-технологии от компании Fujitsu. В данный момент оборудование настроено, установлено, работает, выполняя свои текущие функции, обеспечивает операционную деятельность и имеет возможность для наращивания в дальнейшем при развитии компании. Исходя из поставленных задач, многие варианты решения были убраны нами даже из рассмотрения. В итоге выбора нами было предложено то решение, которое позволило бы справиться с теми нагрузками, которые были обозначены в техническом задании. Нами была предложена единая универсальная платформа хранения, позволяющая справляться с данными нагрузками. Масштабируемость данной системы позволяет ей справляться с ростом при дальнейшей росте компании. Гибкость системы с помощью увеличения как ввода-вывода, так и кэш-памяти, так и шины внутренней позволяют гибко выделять ресурсы нужным приложениям, чтобы они справлялись с нужными нагрузками. В итоге вы получаете ту систему, которая должна полностью вас удовлетворить и совместно будем в дальнейшем работать. Эксплуатация данного решения позволяет справиться с увеличением роста нагрузки без чрезмерного выделения ресурсов и дополнительного увеличения средств, характерного для других решений других производителей. В работе нашей компании мы руководствуемся принципом «одна голова хорошо, а две лучше». Зная, что наши заказчики лучше всех знают свою задачу, свою инфраструктуру, они с этим живут, они с этими проблемами сталкиваются каждый день, мы в первую очередь учитываем, что заказчик рассказывает о своих задачах, своих системах, своих трудностях, чаяниях, победах, проблемах, недостатках и так далее. Со своей же стороны, имея опыт исполнения сотен проектов, мы иногда можем посмотреть на задачу с другой стороны незамыленным взглядом. Основное, что здесь важно отметить и сказать, это сотрудничество. Это когда обе стороны друг друга слышат, когда интегратор не предлагает какое-то решение, не говорит, что он лучше всех знает, что он лучше всех понимает, но подстраивать под задачи заказчика и советует со своего опыта, как лучше сделать, вот тут и возникает синергия, которая помогает и приводит к успешному реализацию проектов. С точки зрения финансовых, да и вообще любых бизнес-процессов, IT-инфраструктура компании обеспечивает две важнейшие функции. Первое – поддерживает операционную деятельность компании, и второе – позволяет компании развиваться. IT-система работает с огромной нагрузкой, обеспечивая выполнение до 200 тысяч транзакций в секунду, обеспечивая наших пользователей, наш менеджмент необходимой им адекватной информацией в режиме реального времени. Мы отслеживаем любые инновации в сфере IT-технологий, такие как обработка больших данных, искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн, и стараемся применять эти технологии на практике. Таким образом, наша компания всегда использует практически инновационную IT-систему, которая позволяет компании успешно развиваться. War Group приобрела и установила оборудование, сетевое хранилище данных компании Fujitsu. В результате мощность соответствующих IT-систем увеличилась более чем на 120%, и свободное дисковое пространство увеличилось на 40%. Тем самым мы добили все свои цели, мы обеспечили операционные потребности компании и обеспечили потребности в будущем, в первую очередь для финансовых сервисов, особенно в онлайн-режиме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова